Ну да, после какой-то в булке всего пару минут. Я думаю, что у нас в семинаре писали на брульбурге. Ну, может быть, можно будет, но сейчас мы будем дать обратную связь. Коллеги, вперед знамя в руки и вперед. А то мы уже обледем знамя. Ну, если нет, то да, конечно, я хочу задать несколько вопросов. Во-первых, твоё впечатление. Это была великолепная интеллектуальная прогулка, но не путь. И даже не рассказ о пути нашего десятилетия. Вот, если исходить из великолепной интеллектуальности, то, возможно, мне хотелось бы, чтобы коллега развернул несколько своих интеллектуальных экстравагантностей. Например, искренне, как такой, кто хочет, хочется, чтобы он развернул свою мысль, можно сказать, знать цену к всему и цену к чему. Вот это первое. Потом, конечно, хотелось бы, что есть хорошее отношение. И чем оно отличается от хорошего привношения. Ну, и, конечно, на интеллектуальном уровне, и ещё лучше, на экзистенциальном уровне, чтобы он нам передал всё-таки его тему, отмечать десятилетия прошлого, настоящего и будущего. Так вот, что такое прошлое, настоящее и будущее? Что такое настоящее прошлое, настоящее и настоящее, и настоящее будущее? Очень бы хотелось Пусть это будет дорожка, пусть это не дорога, а будет дорожка, а не астравагант. Какие часы, мой Бог? Спасибо большое за это. И я обрешусь. Я редко оцениваю после моих презентаций. И, на самом деле, должны будут чаще меня оценивать. Я думаю, удачной векции или удачным разговором, так же, как и удачной терапией, это тот разговор, который порождает больше вопросов, чем на ответ. И часто или иногда приводит клиента в неприятность состояния. То есть, наверное, то, что я сказал, было полезным. Но, если говорить серьезно, то во всем этом есть такая фундаментальность. Какое такое хорошее отношение? Я думаю, что я стараюсь охватить какие-то особые элементы того, что я считаю, является хорошим отношением. Когда я говорю о том, чтобы приветствовать, бросать вызов и поддерживать, очень часто, и, наверное, единственная способность оценивать того, работает что-то или нет, является тем, чтобы обратиться к собственным объективным переживаниям. Для меня лично, есть что-то очень терапевтическое и когда я думаю о том, что в этом есть такого терапевтического для меня, я думаю, именно об этих трех аспектах. И для других людей это может быть какие-то другие вещи. Я думаю, что это не особый ответ. Но, я думаю, это не ответ, который отвечает на вопрос, но это ответ на цену. Один, что я на самом деле получаю из этого, если я правильно все понял, это то, что меня назвали интеллектуальным. И я читаю сейчас читаю книгу. Я читаю книгу, который называется «Монтаня крошек». Кромтаня – это письмо, «Монтаня крошек». Книга жизни молодой девушки в Советской России и ее жизни не только, когда она выехала туда. И мне интересно было читать о том, что понятие «интеллектуал» встречалось очень негативно. У этого было совсем другое изучение, не то, как мы это воспринимаем в Британии. Для меня это не звучало как очень сильно интеллектуально, а для меня это было больше задавание вопросов. Я могу ошибаться. Ледяй. Спасибо. Спасибо.